Имя Святослава Николаевича Фёдорова известно далеко за пределами нашей страны. Голосной микрохирург, один из участников внедрения радиальной кератотомии, академик Российской Академии Медицинских Наук, член-корреспондент РАН, признан одним из выдающихся офтальмологов 20 века. Его методы нашли признание среди зарубежных коллег, их стали применять во всём мире. Заветом Святослава Николаевича следует и в нашей больнице. Офтальмологическое отделение КБ номер 50 возглавляет Владимир Лычёв. Под его началом работает 16 человек. Среди них Павел Орлов. Павел Игоревич уже 19 лет занимается этим направлением. Помог спасти зрение многим саровчанам. Здесь оказывается помощь пациентам с заболеваниями органа глаза и его предаточного аппарата. Это пациенты с такими заболеваниями, как катаракта, то есть это помутнение хрусталика. И оказывается им хирургическая помощь. Хирургическая помощь пациентам с глукомой – это заболевание, сопровождающееся повышением внутриглазного давления. Помогаю здесь и пациентам с новообразованиями конъюнктивы, слизистой оболочки глаза, роговицы, век. К врачам автальмологического отделения обращаются с дистрофическими заболеваниями, атрофией зрительного нерва, дистрофией сетчатки и так далее. Много больных с диабетом, поскольку эта болезнь приводит к различным проблемам со зрением. Как говорит доктор, зрение обязательно нужно проверять раз в год, даже если каких-то проблем с ним нет. Чем раньше начнется лечение, тем лучше будет результат. Операции по поводу катаракты сейчас делаются пациентам очень молодого возраста. То есть у меня были пациенты 35 лет и меньше. Почему? Потому что методики изменились кардинально. Сейчас мы берем пациентов со стратой зрения 60-70 и больше процентов. То есть главным критерием хирургического вмешательства является неудовлетворенность пациента своим зрением. Универсальных советов по сохранению зрения или универсальных лекарств не существует. Большинство профессий сейчас связано с работой с гаджетами, монитором, бумагами. Постоянное сидение за компьютером, вопреки расхожему мнению, приводит не к патологии, а к функциональной перегрузке зрительного аппарата. Она, в свою очередь, ведет к спазму аккомодации, из-за которого глаз перестает четко различать предметы, расположенные как вблизи, так и вдали. Очень много пациентов, которые обращаются с головными болями, к неврологам, ищут у себя опухоли, делают МРТ. А на самом деле, всего-навсего, просто у них идет перегрузка аккомодационного аппарата вследствие их работы, вследствие отсутствия коррекции, потому что многие люди отрицают очки для работы вблизи. Даже вот не сегодня на прием принесли книгу «Очки убийцы». К сожалению, зачастую люди пренебрегают и коррекцией, и гигиеной, не делают упражнения на разгрузку глазных мышц. В итоге путь практически у всех один. Рано или поздно они становятся пациентами офтальмологического отделения. Здесь в помощь нашим врачам современное оборудование. Скоро поступит новый лазер. 8 августа врачи-офтальмологи отмечают свой профессиональный праздник. Как всегда, на посту. Уважаемые коллеги, офтальмологи, я хочу сегодня, в день врача-офтальмолога и в день рождения Святослава Николаевича Федорова, который мы помним, уваждаем и чтим, хочу вас всех поздравить с этим праздником, пожелать вам хорошей, спокойной работы, чтобы вас уважали на работе, чтобы ценили, и чтобы у вас все получалось. Мы всегда стараемся помогать больным. Я думаю, что и дальше будем стараться помогать, делать все, что у наших сил, для того, чтобы вам живось лучше, чтобы у вас сохраняло зрение. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.